Итак, в данном видеоролике я бы хотел обозреть рынок недвижимости Москвы, Санкт-Петербурга и Российской Федерации в целом. В первую очередь, акцентирует ваше внимание на то, что квадратный метр у нас удачно и успешно по всей стране растет, а именно его стоимость. Господа, смотрите, мы на эту тему с вами говорили ровно 7 месяцев назад, на тему того, что квадратный метр будет неминуемо расти. Вот он видеоролик 7-месячной давности, называется «Когда будет рост на недвижимость или продолжение обвала неминуемо 300 тысяч рублей за квадрат». 13 марта 2023 года, когда стоимость квадрата была на уровне 250 тысяч рублей, а уже стоимость квадрата почти 270 тысяч рублей. Спросите, на чем рост? Я вам скажу. Первый фактор – девальвация рубля и шикарный набег населения на покупку недвижимости, на их накопление. Второй момент – возвращение релакантов, которые тут все к чертовой матери понапродавали в феврале, в марте, апреле 2022 года и уехали жить за кордоном. Но там ведь им не повезло вклиниться в местный западный менталит. И они сюда возвращаются уже, будучи не имея за собой ничего. И третий важный фактор, и в том, что будет еще четвертый важный фактор. Третий важный фактор – скоро будут возвращения лиц, которые были на СВО, они получили всевозможные деньги, их родственники получили всевозможные деньги. И куда они побегут эти деньги вкладывать? В рынок акций. Не, в рынок облигаций? Шутите. В рынок недвижимости. Вот куда они побегут. Они уже бегут. И четвертое самое важное – это то, что банки отметили рост спроса на ипотеку на фоне повышения ключевой ставки. Ставка 15% годовых со стороны Центрального банка, но рост спроса на ипотеку все еще высокий. И в чем прикол? Пожалуй, в том, что многие риэлторы… Признаюсь честно, риэлтор – это не профессия. Риэлтор – это абсолютное призвание. Когда ты понимаешь общий рынок с точки зрения макроэкономики, фундаментальных факторов, и ты умеешь его грамотно прогнозировать. Многие риэлторы, по факту, как около рыночей, как инфо-цыгане, которые два призвания сложат, корень из экринанса, они не вычленят. И большая часть – они клоуны. По-другому я их не назову. И в чем прикол? Эти клоуны нам агитировали, обещали, гарантировали… Сколько видеров на тему я в интернете видел, да? Я думаю, вы тоже, что, мол, квадратный метр будет падать. Вот сюда он полетит. Якобы на уровень там 235, а то и все 160 тысяч рублей за квадратный метр. Почему они выбрали именно данный уровень, точнее, данный диапазон 160 тысяч квадратов? Переходим с вами на график 99-го, извиняюсь, с 2000-го года в рубли. И у нас есть четкий реперный уровень ценообразования в районе 150-160 тысяч рублей за один квадрат. У меня только один вопрос. На чем сюда возвращаться? Вот на данный ценовой уровень, который сейчас обозначен на экране. Вот сюда. На чем возвращаться? Скажите, риэлторы. Лица, которые не понимают, как устроена экономика. Фондовые рынки. Вы, как преподаватели нашей отечественной, которые нифига не понимают, как устроена вся эта система экономическая. Я сейчас на эту тему буду вам видеоролик тоже записывать. Всем вам, господа, чтобы вы понимали, как устроена экономика, в прямом смысле, как прогнозировать кризисы. Потому что это тотальная безграмотность. И эта безграмотность плодит тупость в массе своей. И, соответственно, цели по квадрату, вот данное значение, 300 косарей. Может, даже повыше, там, 310, там, 315, время покажет. Что может обвалить рынок недвижимости, это форс-мажор в виде политики. Возможно ли такое? Пока на горизонте рисков я не вижу. Поэтому воля-неволя, хотите, не хотите, спрос на ипотеку даже при 20% годовых он будет. Кто бы вам что ни говорил, эти чудо-трейдеры, чудо-инвесторы, околорыночники, инфо-цыгане, клоуны всякие, которые называют себя риэлторами. Что мы вот-вот, подождите, крах близок, крах близок, близок крах. Ну да, конечно, крах близок. Ну вот, на рынке 5 лет. Но если так монитор вниз перевернуть, то да, крах будет. А если оставить монитор в прежнем его положении, то как бы рост идет. Так что, господа, я вам много раз говорил, да и, в принципе, многие из вас успели так или иначе рассмотреть данный вопрос по недвижимости, по земле, по физмат-активам. Сейчас даже есть некоторые персонажи, которые говорят, что в мире будет дефляция, мол, тотальное снижение инфляции. На чем не понимаю, за счет чего тоже не ясно. Им приводишь аргументы. У нас впереди разрыв цепочек поставок. У нас впереди вообще не самое приятное время в макроэкономике будет. Нет, центральные банки повысят ставки, они инфляцию собьют, вот все будет хорошо, цены будут падать. Да, 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 конечно, да, я так вот и верю. Блин, да, конечно, да, вы правы. Да, конечно, вы правы. Но, увы, господа, все будет сточить сюда наоборот. Все как всегда. Широкие массы ждут падения инфляции, причем по всему миру. А договор с Квеймарской республики у нас тут вот рядышком ходит, в затылок дышит. Большая инфляционная галлопирующая спираль. Так что учитывайте, что по квадратному метру мы с вами в Которце оказались правы. Как говорится, мы с вами прогнозировали снижение квадратного метра вот на этих его ценовых значениях уровень 250-240 тысяч рублей. Потом спрогнозировали в 2023 году выход квадратный метр вверх. Господа, не нужно быть Эйнштейном, не нужно быть каким-то гуру экономики. Нужно понять хотя бы базис того, как ведет себя сентимент и чего от него ожидать. И главное, отвечая на вопрос, с какого черта будет Россия в дальнейшем квадратный метр, я вам скажу. С такого черта, что любой человек не хочет жить на птичьих правах, снимая какую-либо недвижку там в аренду. Это наш менталитет, советский народный менталитет. Снимают недвижку от безысходности, мазь свои. А лица, которые могут себе позволить хотя бы первоначальный взнос на ипотеку атаковать, поверьте мне, в Москве и Петербурге довольно много. Да и в принципе в южных городах России и чуть восточнее, они берут ипотеку, даже подтекущую ключевую ставку. И что они делают? Правильно. Уже имеют свое жилье, которое по факту принадлежит банку документально, но они его считают своим бычим, потому что они им имеют полным правом распоряжаться. Не знаю, поменять обои, условно говоря, навесить картины. Что хотят, то и воротят. При арене такого не будет. При арене надо все согласовывать. С арендодателем. Вот такова правда жизнь, господа. Поэтому застройщики, все наши с вами пик, самолет, осыр в шоколаде, банки в виде роста ипотеки в шоколаде. И вот сразу всплывает вопрос. А вероятен ли по массовый дефолт из-за того, что многие ипотечки не смогут платить свои обязанности по критным договорам? Нет, это маловероятно. Почему? Потому что у нас довольно высокий спрос на рабочие руки, довольно высокий спрос на тех самых белых воротничков, офисников и прочих представителей разных секторов экономики. Соответственно, многие компании сейчас терпят даже дефицит кадров, по факту, если говорить. И эти многие компании вынуждены поднимать заработные платы для того, чтобы удержать хотя бы, сука, тех, кто остался. И те, кто остался там, я по крайней мере сейчас за Москву говорю, они получают довольно большие бабки, особенно синие воротнички, так называемые работящие лица. Станочники те же самые, да, там, слесари, токари, электрики. Я это по факту говорю, потому что я тоже с рабочим классом общаюсь, я прекрасно понимаю, общее настроение, сентименты, они, черт возьми, рады тому, что зарплату в прямом смысле поднимают. Их компании, я имею в виду, не государство индексирует, а компании поднимают зарплату, чтобы их сохранить, их удержать, потому что среди них очень много реальных специалистов, которые учат молодняк вот по тем же самым видам отрасли, которые интересуют молодежь, там, условно говоря, если есть какой-то профессиональный электрик, да, профэлектрик, он учит ученика. Вот, данному виду деятельности, либо там, станочник, учат ученика на станке работать. Вот, и работодатель держит за любые кадры, потому что сейчас вот конкуренция, господа, не за рабочее место, а за рабочие руки. И чтобы эти рабочие руки хоть как-то куда-то приклеить, как говорится, приструнить, зарплату повышает. И люди понимают, люди чувствуют. Я не говорю за всех, я говорю за конкретно центральные регионы Российской Федерации, то есть Москва и Санкт-Петербург. Что происходит там, условно говоря, за Уралом, на Сибири, я не знаю, особо не интересовался. Я говорю за те места, где высокая популяция проживает. То есть у нас основная популяция, это какие города? Москва, Петербург. Банально, Москва уже 20 миллионов человек. Вот, агломерация, видимо, в Санкт-Петербурге, ну, как минимум те же самые 20 миллионов человек. ГУС населенная территория. Вот, а эти так называемые 40 миллионов человек, это как минимум уже 36-37% населения Российской Федерации. И эти 36-37% населения Российской Федерации живут в экономически удачном, успешном регионе. Но если еще приплести вдобавок Петербург и Ленинградской области, там тоже, в принципе, ситуация довольно неплохая. В одном Ленинграде только живет там миллионов, ну, плюс-минус 10-12, насколько я знаю. И одна агломерация чего только стоит. Тешам плюс 10 миллионов. Поэтому, в принципе, 40-43% от населения Российской Федерации проживает на территории Москва, Московской области, Ленинград, Ленинградской области. Все. И проживает, еще раз повторюсь, в экономических разных регионах. И, соответственно, растут квадратные метры где? Именно там, в первую очередь. И за ценой уже на ростом цен на недвижку в Москве, в Петербурге, растут цены где? По всем остальным городам Российской Федерации. Вот такая правда жизни. Так что, учитывайте те факторы, которые я озвучил в начале видео ролика, на чем будет дальше рост цен на недвижку. Это первое. И второе. Гоните в шею тех риэлторов, которые вам обещают Армагеддон на рынке. Типа крах, обвал. Я понимаю, что их много просмотров. Понимаю, что они кликбейтные. Они как массивые инфо-цыгане. Почему-то, потому что они продают свои потом курсы впоследствии. Чего я лично делать не собираюсь и не собирался, и я никогда этого не делал. Как говорится, не впарил никакие курсы и не собираюсь этим заниматься. Это тупо потому что. И зашкварно, на мой личный взгляд. Но, увы. Увы, что имеем, то имеем. В общем, я свои мысли озвучил на сей счет. Вам пожелаю всего доброго. И до свидания. Ожидайте обучающий видеоролик по основной биржевой торговли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.